что победил Владимир Путин, которого я в создавшихся условиях считаю иным кандидатом, способным управлять и удерживать под контролем ситуацию в России, способным на проведение необходимых реформ в нашей жизни, по целому ряду обстоятельств. Прежде всего, потому что он это уже делал, потому что у него есть уже опыт, мы знаем, как он реагирует, как он действует в каких-то ситуациях. На самом деле, примерно за месяц до первого тура уже было понятно, что Путин добьется победы. Некоторое время существовала интрига, будет это в первом туре или во втором, но и она в скором времени, и до выборов, с этим согласны большинство экспертов, эта интрига завершилась. То есть было ясно, что Путин победит в первом туре. Было ясно всем, кроме тех, кто заранее себя зомбировал и считал, что никакие результаты не будут законными, сами выборы, по сути, неправильные, и все в России на самом деле нечестно. Но это крайние точки зрения. Эти точки зрения, на мой взгляд, вели нас к хаосу, к анархии, к повторению каких-нибудь событий вроде сербских или украинских. Это позволяет судить, что запас прочности, который получил Путин на этих выборах, достаточен для того, чтобы проводить самостоятельную политику, ни перед кем не извиняться, не озираться, реализовывать свою линию. Этим можно быть довольным. Но если бы я был полностью доволен всем, что происходит в России, что и при Путине, и без Путина здесь состоялось, наверное, это тоже было бы неправдой. Я вижу риски, которые сегодня возникают. Если сказать коротко, то сегодня после выборов есть проблема испытания уже другим выбором. Выбором самой оппозиции и выбором самой власти. Для оппозиции это выбор, признавать избрание Путина или нет. Вот они сейчас ищут ответ на этот вопрос. И по всей видимости, разные лидеры оппозиции придут к разным выводам. Наше дело в том, чтобы доказать, те, кто признают закон и порядок, они имеют шансы. А те, кто не признают закон и порядок, в этом смысле шансов не имеют. На политическое будущее. А для власти выбор в следующем. Или реализовывать свою программу, опираясь на тот мандат доверия, 64%, который получил Путин. Или сейчас, победив, расслабиться, пойти на попятную, рекрутировать часть оппозиционных лидеров во власть и начать реализовывать их программу. Это такой способ политической коррупции для власти. И, конечно, он обсуждается только потому, что, к сожалению, коррупция у нас, как в любом постсоветском обществе, в любом постсоветском государстве, играет значительную роль во всех сферах жизни. В политике тоже. Но я не говорю об элементарном подкупе кого-то из лидеров. За деньги он перешел с одного фланга на другой. Я это исключаю. Я говорю о, по сути, коррупционном содержании вот этой перебежки из оппозиции в правительство, из правительства в оппозицию, когда в зависимости от своих политических видов и амбиций человек привлекается к осуществлению противоположной программы. Но, привлекаясь к этому, он привносит в нее свою кредитную историю. У нас очень сильно либеральное крыло в оппозиции. По сути, оппозиция вдохновляется биральными идеями. Та, которая митингует на Болотной и Сахарова. И одновременно с этим во власти есть сочувствующие, есть единомышленники Болотной и Сахарова. По сути, кризис политический в России родился из призрака двоевластия, который возник в связи с вот этой любопытной версией тандем. Я считаю, что это была ошибка. Я считаю, что кризис нынешний политический во многом был подпитан тем обстоятельством, что наверху запутались. И в поисках лучшей доли целый ряд людей в окружении Медведева, да и он сам время от времени, боролись против выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты в 2012 году. В течение двух лет эти всходы взошли. Для того, чтобы совсем снять эту проблему кризиса и раздвоения власти, Путину пришлось пойти на публичное обещание Медведеву быть премьером. На людях, на съезде Единой России в сентябре. В этот день рейтинг Единой России обвалился. Люди после слов Медведева, что мы это уже давно придумали, сочли себя обманутыми. Это был провальный политологический ход. Путина предлагает Медведев, в ответ Путин предлагает Медведева. Но почему Путин вынужден был пойти? Потому что он избрал такой способ выхода из кризиса верхов, при котором он не ссорится, не конкурирует с Медведевым, а добивается от того лояльности. Видимо, другого пути обеспечить лояльность, кроме как публично пообещав ему премьерство, у Путина не было. Значит ли это, что Медведев может быть премьером все шесть лет президентства Путина? Я убежден, что нет. Я более того убежден, что на самом деле глубоким интересом страны, и в этом случае большинство населения, которое поддержало Путина, не отвечало бы сегодня назначение Медведеву премьером. Но так сложились обстоятельства, что приняв прежде роковые решения, прежде всего в самой форме этот тандем и предложение кому-то взять на себя свои функции, Владимир Путин вынужден говорить после А и Б, и он уже это сказал накануне выборов, еще раз подтвердив свое обязательство взять Медведева премьером. Почему он это сказал? Чтобы успокоить Медведева. Поэтому он и вышел с ним вместе на Манежную площадь в ночь голосования, чтобы показать, что мы вместе. Потому что на Медведева постоянно давят, от него постоянно требуют доказательств, что он либерал, что он демократ, что он будет бороться за демократизацию и так далее. Не успел закончиться выборы, как уходящий президент выдал кучу таких поручений, которые сами по себе являются поводом до серьезного обсуждения. О созыве Конституционного собрания, о изучении возможностей, о регистрации определенных партий, о пересмотре или оценке приговора Михаилу Ходорковскому. То есть темы, которые все эти годы были предметом раздражения, он по ним продемонстрировал, уходя свою напоследок позицию. Что это значит? Что Медведев становится какой-то самостоятельной политической фигурой? Он пытается стать этой фигурой, он пытается оставить, как сказал сегодня Касьянов о себе, хорошее впечатление у определенных кругов. Он делает заявку на симпатии определенного крыла избирателей. Тех, которые не получили удовлетворения, которые проиграли на этих выборах, не победили со своим кандидатом Брохоровым или не победили на Болотной и Сахарова. То есть он превращается в какую-то политическую фигуру. Честнее было бы, конечно, ему уйти на этот фланг, уйти в оппозицию и создавать свою политическую структуру. Он же, как мы видим, все-таки хочет реализовать это обещание. Премьерство хочет остаться во власти, не видит другого, видимо, пути. И это создает следующую интригу. И вот эта интрига и есть испытание для Путина, пришедшего, возвернувшегося на следующий срок президентом Российской Федерации. Россия достаточно ли эффективно использует ресурс, который ей достался объективно после распада Советского Союза, в виде своих соотечественников? И как она, в принципе, должна этот ресурс использовать, чтобы польза была не только России для увеличения объективного влияния внешнеполитического, но и для тех самих соотечественников, которые вроде как-то вне страны живут и подчас своей совершенно такой самостийной, автономной жизнью? Конечно, неэффективно. Безусловно, неэффективно. И у нее есть то оправдание, что она никогда не готовилась к такой работе. В советские времена при наличии огромной диаспоры за рубежом, эта диаспора, во-первых, не воспринималась как диаспора, а имела название иммиграция. А каждый иммигрант по определению, ну, в разные периоды Советского Союза по-разному, но все-таки считался врагом, противником, человеком, который сбежал, уехал, бросил страну и так далее. В поздние советские времена это начало меняться, но все-таки основа была именно такая. Поэтому тут о каком сотрудничестве шла речь. А вот в новое, в российские времена, когда был шанс, и более того, была потребность в связи с тем, что не просто нужно было налаживать связи с прежней иммиграцией, традиционном зарубежье, но нужно было находить новые связи или устанавливать контакты с теми, от кого мы сами отказались, от которых уехало государство, они сами никуда не уезжали. Я имею в виду русские в Латвии, русские на Украине, русские в Казахстане. Я вообще предлагал поставить по главу угла в отношениях с новыми независимыми государствами такой критерий, как самочувствие русской диаспоры в этой стране. Но если у нас прекрасные отношения с Украиной, замечательные отношения с Украиной, но за время независимости Украины количество русских сократилось на треть на Украине, при этом они не вымерли, не уехали, они ассимилированы, то как мы можем радоваться таким отношениям с Украиной? Сколько бы ни обнимались наши премьеры, президенты, министры, дипломаты. И также по целому ряду обстоятельств. Если у нас президент Медведев в начале своей легислатуры, на мой взгляд, делает правильный жест, разрешает всем негражданам Латвии и Эстонии безвизовое сообщение с Россией, мы этому аплодируем. Но затем из каких-то комплементарных соображений, для демонстрации своего нового облика, накануне решения вопросов о том, кому быть, кому не быть президентом, он, принимая Заттлерса, здесь говорит, что неграждане – это внутреннее дело Латвии. Это перечеркивает все те успехи или всю ту позицию, может быть, даже не успехи, а просто позицию России, которую она всегда занимала. Что неграждане – это вообще нонсенс, это позор. Это ярлык, это все то же самое, что делали, если хотите, по сути, по своей гитлеровцы, когда заставляли евреев носить шестиконечную звезду. Или что делала Инквизиция, когда обрежала всех в Сан-Бенита перед сожжением. Поэтому здесь абсолютно принципиальные есть мотивы в нашей внешней политике, которых надо придерживаться. Я вносил проект закона в свой вариант, закон о государственной политике в отношении соотечественников, где говорил, что не только упрощенное гражданство, не только право на образование здесь в России для соотечественников, по тем же правилам, что и для российских граждан внутри страны. Но и некоторые там знаковые вещи, право бесплатного посещения музеев, библиотек, право быть захороненным, хотя оно фактически есть, но надо еще раз его подчеркнуть на родной земле, если, скажем, родственники не против, если выражена такая воля умирающим. И так далее, и так далее. Вот все это вместе создает некое новое отношение к соотечественникам. Сегодня что мы вместо этого имеем? Вместо этого мы имеем определенную организационную работу с объединениями соотечественниками в странах СНГ и в странах традиционного зарубежья, в Прибалтике, когда по списку, который, в общем-то, составляется в посольствах, привлекают тех, кого считают друзьями России, к созданию координационных советов российских соотечественников в каждой стране или в региональном разрезе. Туда попадают люди, которых в данном случае российские представители считают этого достойными. Но сразу порождается грандиозная проблема. Ибо все не попавшие в этот координационный совет свято уверены, что те, кто попали, это люди, которые попали туда не просто так, а попали для того, чтобы делить шкуру неубитого медведя, получать там какие-то гранты, фонды. Все это многократно преувеличено. У страха, так же, как у зависти, глаза велики. Но избавиться от этого невозможно. Избавиться от этого, к сожалению, невозможно. Идти только по этому пути. Я не говорю, что его не нужны координационные советы. Нужны координационные советы. Но они должны быть, во-первых, на другой основе. Они должны быть на выборной основе. Во-вторых, они должны быть в условиях, когда действует общее по отношению ко всем нашим соотечественникам законы и правила в Российской Федерации. Что раз они соотечественники, они имеют на такие права возможность в России. Если мы хотим отдать долги, а мы должны отдать долги не только Международному валютному фонду, но и нашим соотечественникам за рубежом. От которых, повторяю, уехало государство. Им в первую очередь, во вторую очередь и всем остальным. Давайте прервемся на небольшую рекламу на пятом канале. Реклама, но мы вернемся сюда, в Москву, в институт стран СНГ. Оставайтесь на пятом. Восьмое марта дарит радость. Тебя поздравляют.